Поскольку день уже перевалил за полдень и многие устали, надо отдыхать начинать. Поэтому я решил несерьезно подойти совсем по-другому к изложению того материала, который готовил, чтобы вам было просто веселей. И, наверное, принял я такое решение вот по какой причине. Вот если научное направление не стоит на ногах крепко, то надо быть очень аккуратным в его изложении. Если же оно родилось и уже неоспоримо держится на, пусть может быть, не очень еще крепких, но уже ногах, то можно в каком-то смысле говорить об этом немножко более популистки. Вот так я бы сказал, популистки, да. Поэтому я вот, значит, во-первых, хочу сказать, что иммуно-онкология – это правильное терминологическое название, потому что онкоиммунология, то, что мы чаще приняли для себя на сленге онкологов, это взгляд онколога на иммунологию. А на самом деле иммунология оказалась вполне состоятельной и самостоятельной. И она сама может родить, значит, любое направление, в том числе и в сторону онкологии. Поэтому это верно. И сегодня такие доказательства, слава Богу, в достатке присутствуют вокруг нас. Значит, первый вопрос. Можем ли мы вообще быть уверены, что от рака можно вылечиться? Это вопрос, конечно, очень философский, Но мы все имеем среди наших пациентов тех, кого мы причисляем к длительно живущим, возможно, даже полностью излеченным. Мы не ставим эту дефиницию определения, так это или не так, но любого спроси, он расскажет о своих каких-то известных ему великолепных случаях, которые никак не укладываются, ни во что, невозможно никак их объяснить. Поэтому мы понимаем, что излечение от рака, это невозможно доказать однозначно, но длительное существование человека без признаков болезни или же с минимальными признаками болезни, говорит о том, что этот процесс контролируется, как и все, иммунной системой, скорее всего. А что мы на сегодня, собственно говоря, можем сказать? Но мы, естественно, знаем, что все опухоли человека и меланомы, которые мы сегодня обсуждаем, они, если мы говорим о лечении метастазов, то в той или иной степени поддаются. Хотя разброс по эффективности лечения может быть очень большим, и говорить о нем мы не будем, так скажем, в реальных цифрах. Но вот если мы будем говорить о общей выживаемости, которую мы хотим иметь как некий показатель, то мы придем к выводу, что общая выживаемость все-таки не очень высокая и суживается в конечном итоге в 5%. Это если мы говорим про химиотерапию. Если мы говорим про таргетные препараты, опыт применения их не такой большой, но мы видим тоже кое-что. Во-первых, мы видим, что применение препаратов подавляющих не только Бираф, но и МЕК приводит к общему, не к общему ответу, а к полному ответу в 10%. Это уже лучше, чем 5%, которые дает химиотерапия. Правда, мы не знаем, насколько долго будет держаться этот ответ, потому что просто на сегодняшний день нет еще такой длительности наблюдений. Наконец, мы видим, что применение препаратов, которые снимают толерантность иммунной системы, и это не я о них буду рассказывать, это будут последующие выступающие, в частности, о препарате, который самым первым появился в этом ряду, применение этого лекарства дает порядка 15% длительного стойкого излечения. То есть цифра сама по себе в 3 раза лучше, чем цифра, которую может дать химиотерапия. Все это очень интересно, и интересно еще и потому, что именно вот такой подход, он вообще-то говоря не является противоопухолевым подходом. То есть идет речь не о том, чтобы бороться с опухолью, а речь идет о другом, о том, чтобы снять толерантность с иммунной системы. Тогда она с развязанными руками будет выполнять свою функцию, возможно, лучше. Или же второй подход – это уберечь лимфоцит, чтобы его раньше времени не спалили его дружки, которые рядом с ним в окружении плохом, он там среди них находится, а они его, короче, зажимают. Так или иначе, но это вот два подхода, которые являются подходами к воздействию на иммунную систему, а не на опухоль. Но в результате этого воздействия мы должны открыть с удивлением глаза, происходит немыслимое. Мы видим, как опухоль отступает, при том, что мы не действуем, ну, одним словом, не хочу больше об этом повторять, сам себя не буду. Поэтому на сегодняшнем этапе мы знаем, что много методов лечения рака существует, и иммунотерапия, или, ну, там, биотерапия, можно называть, она имеет свою вторую ходку в истории, да. Первая ходка была 100 лет назад и ничем не закончилась, потому что тогда просто не было этих фундаментальных знаний, и было ничего не понятно, но и потом появились, вот в конце 30-х уже лучевая терапия появилась, потом появилась химиотерапия, и успехи вот этих основных двух помощников в хирургическом лечении, они привели к тому, что не было нужды думать о чем-то еще. Ну, вот в 80-е годы поняли, что вылечить не могут, не могут вылечить, и опять стали искать что-то новое, и опять пошли в науку, и эта наука привела к тому, что пошла вторая волна, вторая ходка, и она оказалась более впечатляющей. Сегодня мы знаем, что если мы говорим о результатах лечения, мы можем говорить об общих показателях и о показателях, которые свидетельствуют о наших эффективных методах, если речь идет о распространенном заболевании. И это будут совершенно разные цифры. Общая заболеваемость, вернее, выздоровление, общий показатель может быть вполне приличным, как при некоторых формах рака, там молочной железы, предстательной железы, даже меланома может, если мы будем не свои данные показывать, а американские, там будет 90% возлечения. Но если мы будем говорить про американского того же больного, у которого есть метастазы, то он так, как и русский, никуда от этой болезни уже не убегает, и никакая химиотерапия ему не может помочь, и результат будет такой же плохой. Поэтому задача, как удержать, как удержать вот этот эффект, который мы можем поймать на разных препаратах, начиная от химиотерапевтических, включая и препараты кеназные ингибиторы, то есть таргетные препараты, как удержать этот эффект. Возможно, что тогда, когда мы достигаем хорошего эффекта, уменьшая опухолевую массу, вот это тот самый момент, один, вернее, из сценариев, когда можно включать иммунную терапию как компонент, который заморозит и приостановит болезнь. Возможно, это так. На самом деле, я не хочу показывать сложных этих схем, я хочу только просто сказать две вещи. Что вот иммунитет делится на две части или же две составляющие. Это адаптивный, то есть поздний иммунитет. За него отвечает лимфоцит. Значит, за него отвечает лимфоцит. Вот натуральный, там как наивный, то есть еще ни с кем не повстречавшийся, ничего не знающий молодой человек в этой жизни. Это вот адаптивный иммунитет. Но есть и иммунитет, тот, с которым не только человечество выживало, а все предшествующие виды живого. Естественный иммунитет. И там главной клеткой этого естественного иммунитета является натуральный киллер. Он, естественно, существует и в нашей крови человеческой. Его немного, особенность этой клетки заключается в том, что она, эта клетка, может действовать на объект, на вражеский, условно говоря, объект напрямую. В то время как адаптивный иммунитет и Т-лимфоцит так не могут делать. Они это делают опосредованно через антиген, представляющую клетку. Это очень важно, потому что дальше я покажу кое-какие интересные вещи. Но то, что иммунная система действует, мы это все хорошо знаем. И, значит, вот вчера я ехал и читал «Новости русско», газету такую, да, знаете, и там написано, что, значит, очередное исследование по раку молочной железы показало очень большую значимость для прогноза и эффективность лечения наличие лимфоидной инфильтрации в той или иной степени вокруг опухоли. Но мы давно изучаем этот фактор и никак не можем с ним определиться, это положительное или отрицательное. В меланоме, на самом деле, то же самое. Лимфоидная инфильтрация играет роль, но пока она не попала в систему ТНМ, то есть там ее не учитывают. А вот предложение последнего исследования, о котором я говорю из газеты, что это надо внести в ТНМ классификацию рака молочной железы, потому что от этого уже много зависит. Иными словами, о чем мы, собственно говоря, говорим? О том, что иммунная система, даже если опухоль развивается, она контролирует этот процесс, но активно не вмешивается. То есть лимфоциты окружают опухоль, а опухоль продолжает расти. Ну и мы теперь понимаем, почему это происходит. Правда, в некоторых случаях происходит и частичная регрессия опухоли, как в частности это бывает при меланоме кожи, и мы об этом знаем. И вот в случае спонтанной регрессии здесь изображен Розенберг, основатель этого направления иммунотерапевтического, который в 80-е годы стал заниматься сначала интерлекином, а потом предложил все это называть биотерапией, адаптивными переносами, факторами занимается, и достиг, надо сказать, огромного успеха. Здесь действие происходит в Швеции. Он приехал туда в декабре месяце, наверное, хотел посмотреть, может ли он стать когда-нибудь Нобелевским лауреатом. Его туда пригласили, он там лекцию читал. А я, зная о том, что он там будет, взял одну книжонку, которую мы с Галиной Юрьевной сделали. Значит, эта книжонка, я ее нашел у себя. Она называется «Введение в биотерапию». Мы сделали ее в качестве учебного пособия. Значит, мы взяли из книги Розенберга, украли одну главу. Она была посвящена пациенту, у которого был рак желудка с метастазами в печени. И он описывает, что метастазы в печени подверглись спонтанной регрессии. Ну, я понимаю, что вот мы можем говорить о том, что может быть или не может быть. Но, наверное, никто из нас не приведет такого случая. Поэтому, когда я сам прочел ту книгу еще на английском, мне ее подарил один пациент, который поехал за границу, приехал и говорит, может такое быть или нет? Я говорю, я не знаю. Но я говорю, вот человек, который это сказал, солидный человек. Поэтому Галина Юрьевна тогда, значит, изучала активно английский язык, и ей нужно было делать какую-то там заключительную работу. Я говорю, Галя, давай переведи эту главу, мы ее опубликуем на русском. И эта книжка будет интересно читать. Одним словом, она это сделала. Мы опубликовали, значит, эту книжонку для студентов. И я говорю Розенбергу, а вы помните такого пациента, которого вы описали? Он так вскинул глаза на меня, говорит, да, это точно было, это изменило мою жизнь. И, в общем, начал, так сказать, вот поэтому эта фотография тем интересна, что человек признается, что он не придумал это, что он оперировал этого пациента и увидел, что там ничего нет. Он да и сразу и не знал, что это тот пациент. Он просто увидел, что есть история 5-летней давности, где этот пациент, имея метастазы в печень, отослан уже безвозвратно. А попал он снова в клинику, потому что у него был приступ холецистита, и он его оперировал по поводу холецистита. И никаких метастазов в печени не было. Так что, вот я сейчас закончу свое выступление, потом, Галина Юрьевна, можете прочесть все вместо своего выступления про пациента Дианджело. Очень интересная история, честное слово. То есть я считаю, что это для онкологов просто великолепный пример, что бывают такие вещи, бывают такие вещи, и если бы это не был Розенберг, можно было бы не верить. Но он же не отказывается от этого. Он говорит, да, было, я лично, лично. Мы пересмотрели все препараты, мы все подняли. Но, естественно, это Америка, этому можно поверить. Так что иммунитет работает. Здесь тоже не буду, конечно, там много чего рассказывать. Лишь скажу, что вот тут, наверное, уже можно говорить о том, что никакая опухолевая клетка не является какой-то сыной планеты. Это клетка соматическая, которая живет со всеми этими клетками, Т-лимфоцитами и прочими, и ежедневно она с ними живет и должна с ними дружить. Поэтому между ними существует особая связь. Подавлять друг друга и управлять друг другом. Поэтому, когда опухоль начинает развиваться, вот эти процессы начинают дисбалансироваться и вносят не то, что должно присутствовать для активного противоопухолевого иммунитета. Это уже не сегодняшние, так сказать, наши представления и понимания. Это на самом деле все зрело лет 25. Просто сегодня этому такое количество доказательств существует, а главное, появились инструменты управления этим. Вот это самое главное. То есть, если раньше можно было предполагать, и это все были какие-то экспериментальные взгляды, сегодня есть элементы управления этими процессами. Поэтому здесь я просто хочу в очередной раз сказать, что все не просто, но и не бесконечно сложно. То есть, сейчас мы стали на такой путь, на такие рельсы, на которых можно приехать и этот путь проделать лет, может быть, за 5-10, до абсолютно других результатов лечения. Абсолютно любой опухоли человека. В этом смысле меланома отличается от любой другой только лишь той особенностью, что когда мы говорим микроокружение, вот микроокружение у каждой опухоли может быть свое. По каким причинам, до конца не ясно. То есть, если мы говорим о лимфоидной инфильтрации при раке молочной железы, при раке желудка, при меланоме, клетки, которые будут составлять этот инфильтрат, они могут быть совершенно разными. Поэтому одним и тем же методом иммунотерапии сегодняшним нельзя победить все. Для этого нужно уже подходить более дифференцированно в каждом конкретном случае. Вот. И здесь, на самом деле, вроде бы ничего и не произошло такого серьезного. Но, тем не менее, иммунотерапия, конечно, очень мягко входила в онкологию. И эти успехи, если говорить вот о пути в 40-50 лет, они не очень выразительны. За исключением последних представлений, которые связаны с появлением препаратов, которые растормаживают лимфоцит или же спасают его от неблагоприятного окружения, вот это уже совершенно другое. Это совершенно другое, но этому совсем немного лет. И это называется сегодня как регулирование точек определенного контроля. Имеется в виду, что там решается вопрос, куда этому лимфоциту двигаться. То ли идти поспать, отдохнуть, и потом проснуться, когда уже поздно, то ли бежать на баррикады и сражаться. И вот эти точки контроля, на них сегодня можно воздействовать. Их гораздо больше, чем на этом слайде. Но мы сегодня будем говорить про одну уж точно. Это вот CTLA-4. Это естественный такой рецептор лимфоцита, который существует в норме, и который следит за тем, чтобы лимфоцит в основном был заторможенным, не реагировал ни на кого из своих близких по крови ему сотоварищей. И так должно быть в норме. Но когда не норма, он может быть все равно в таком состоянии, более не агрессивном, скажем так. Или же его выключат другие товарищи, которые с ножичками вокруг ходят. Вот это интересно. Смотрите. Вот здесь как раз мы можем вернуться к тому, что я говорил, что есть естественный иммунитет, а есть адаптивный иммунитет. Естественный представлен НК-клетками, то есть естественными киллерами, а адаптивный представлен лимфоцитом. И вот антипидиван или анти-CTLA-4 – это то, что мы можем сегодня назначить, потому что есть препараты уже, и мы получим необыкновенно интересные эффекты. Необыкновенно интересные, причем они очень содержательны по своему эффекту и длительности этого эффекта. Дальше мы можем обратиться к естественному иммунитету, который у нас есть, и который не работает, как правило, потому что там механизмы более тонкие, но неважно, можно к нему обратиться. Я имею в виду вот эти вот киры. Что такое киры? Киры – это очень интересные технологии, которые направлены на то, чтобы ингибировать эффективность работы НК-клетки. И НК-клетка, она характеризуется тем, что она оценивает любую другую клетку, которая ей может быть столкнуться с которой, по наличию в той и другой клетке такого показателя, который называется комплекс иммуногестосовместимости первого типа. Если он нормальный, то вот эти киры и кары, соединяясь с определенными молекулами, изучают разумность, надо ли нападать на эту клетку или надо не нападать, потому что у нее все нормально, если комплекс гистосовместимости сохранен и представлен. А если это не так, то, соответственно, она будет на него нападать. Значит, естественно, что кирами можно управлять с помощью моноклональных антител или же других новых технологий, и это сегодня одна из разработок. Вторая разработка – кары. Но это уже немножко по-другому смысл содержит. Это технология, которая обращена к Т-лимфоциту. У Т-лимфоцита есть специфический рецептор, с которым он связывается с антигенопрезентирующей клеткой. Если в ней содержится ненужный антиген, тогда через это все лимфоцит обучается, и дальше он уже становится не наивным, а умелым и настоящим воином. Значит, как делаются кары? Технология достаточно ясна и понятна. Берется кровь человека, выделяется, так сказать, коллекция CD3, то есть Т-лимфоцитов, и производится трансфекция. То есть берется некий вектор, скажем, определенный вирус какой-то, в него загружается искусственно-синтетическая цепочка, которая должна попасть в ДНК Т-лимфоцита. И тогда эта цепочка кодирует рецептор лимфоцита. Она его меняет. То есть он в новых поколениях лимфоцита становится другим, измененным, с теми функциями, которые мы хотим ему придать. И таким образом мы сегодня имеем уже три поколения каров, три поколения клеток, которые имеют разный функционал Т-лимфоцитов. Если первое поколение, в основном это вот первое поколение, ставка делалась на цитотоксичность этого лимфоцита, то во втором поколении ставка и модернизация рецептора сделана уже на то, чтобы усилить его пролиферативные свойства и цитокиновую продукцию. И в третьем поколении, для того, чтобы еще и усилить его собственную сопротивляемость, чтобы его нельзя было так просто выключить с помощью не технологии, а естественных механизмов ПД, то есть программированной смерти. Вот эта технология, она сегодня не на потоке, но она реальная. И очень много исследований ведется с разными типами опухолей. При этом абсолютно это работающая модель. Я представил здесь кое-что, но гораздо больше вообще-то можно было тут показывать всего разного. Поэтому сегодня это настолько стремительно развивающееся направление иммуно-онкологии, что нет никаких сомнений, оно может стать самым ярким в онкологии в ближайшей перспективе нескольких лет. нескольких или десяти, допустим. То есть это революционные изменения, которые в конечном итоге приведут к тому, что мечты человека о том, что можно ли вылечиться от рака с помощью внутренних сил, не останутся мечтами. Они могут сбыться, но, конечно, не без помощи науки, которая сегодня великолепно дает примеры вот того, что мы сегодня стали обсуждать в заключительной части нашей программы. Поэтому резюме понятно, и здесь мне нечего добавить. Галина Юрьевна, будете читать главу? Ну, потом, в неофициальной обстановке, может быть. Ну, я просто хочу сказать, что если нам вдруг станет скучно, мы последний доклад сменяем и будем читать главу про пациента Дианджело. Спасибо. Да, конечно, пожалуйста. Спасибо за очень интересный доклад. Я очень интересен, с большим вниманием, с удовольствием послушал, что иногда много абстрагируется от инфузии, от широкого иссечения, от неподобных тармей, от эндопротизизма, загрешенных опытов и и так далее. У меня вопрос немножко не по докладу, но он все равно сопряжет у нас с иммуноэкологией. Мне кажется ли вам, что таргетная терапия, которая сейчас очень бурно вошла, закончится тем, чем закончилась антидерапия? У меня такой, как ли, у меня закончилась такая мысль, что со временем... Спасибо. Мне кажется, что со временем, чем больше станет таргетных препаратов с включением, у нас нет на сегодняшний день мирового опыта длительное их применение. Это 2-3, ну максимум 5 лет. И у меня, может быть, это я сгущаю краской, но создается такое впечатление, что где-то, ну по истечении 50 лет возникнет резистентность к таргетным препаратам. Георгий Иванович, вы очень глубоко смотрите, я думаю, что не без оснований, потому что вот эта аналогия с антибиотиками в каком-то смысле уместна, потому что мы же знаем, и когда вот показываем друг другу эти исследования, мы показываем одну, один путь, другой путь, а их там, наверное, сотни существует. И если мы зажимаем в одном месте, это идет в другое место. Но все равно это прогресс безусловный, и я не знаю, можно ли мне полностью поддержать вас в ваших опасениях. Я просто не знаю. А никто не может ответить. А никто не ответит сегодня. Но для этого нужен опыт человечества. Несомненно. Вот когда вы заговорили о невинном лимфоците, куда ему идти, с кем идти, а может быть никуда не идти и спать, у меня вот как раз и возник вопрос именно в отношении резистентности. Ну, правильно. Но вот, а этот метод, он другой же, понимаете? Это другой метод. Это, я не знаю, бактериофак какой-нибудь, чтобы после применения, я не знаю, антибиотиков не нарушилась среда или еще что-нибудь такое. Одним словом, это более естественная вообще-то на самом деле вещь. В самом деле, да. Более естественная, да. Но тут конкуренция этих методов приведет к тому, что они будут имплементированы друг друга с лучшим результатом, я думаю, да. Ведь вот тут, смотрите, было бы все очень здорово, если бы мы знали, что это будет работать всегда и у каждого больного. Иммунотерапии у каждого больного работать не будет пока что, потому что если у него запущенная плохая ситуация по болезни, она не успеет ничего сделать. А таргеты могут привести к тому, что человек через два месяца будет вполне приличный и может быть даже операбельный в каких-то там ситуациях. То есть друг друга дополняющие методы. Поэтому от таргетов мы, конечно, никуда не должны уходить. Их надо производить в большем количестве и, возможно, идеология будет как-то там находить такие точки. Вот тут, наверное, все еще от того зависит, что таргеты идут на мутацию, да. А непонятно, мутация – это курица или яйцо. Вот тут непонятно, да. Может быть, было что-то, что мутацию породило и после этого. Или же мутация самостоятельно настолько, что она и вызвала это все. Вот если на этот вопрос ответить, тогда, может быть, будет ясно, как с таргетами, чтобы не было, как с антибиотиками. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, у вас есть уникальная возможность задать вопросы Льву Вадимовичу, который может на любую, на самом деле, на любую тему, мне кажется. Нет. Тем не менее, есть ли еще желающие? Ну, пожалуйста, если вы хотите по-настоящему, а так, ну. Так, микрофон, пожалуйста. История с Дианджелой кончилась тем, что он, Розенберг, значит, спрашивал его, что он делал для того, чтобы вылечиться, потому что Дианджело был забулдыгой. Да, да. Он был забулдыгой, жил он, грубо говоря, где-то в штате Монтана и прилично выпивал и курил. И взгляд у него был человека, который познал, что такое жизнь и никому и ничему не верил. Так описывается этот человек. И когда его выписали умирать, он понял, что, скорее всего, он уже больше никогда сюда не приедет. И вел тот образ жизни, какой вел. И Розенберг сказал, что он ничего не менял в своей жизни, ничем не болел, то есть не было какой-то интеркурентной острой инфекции, например, после которого все стало лучше. Вот, поэтому это осталось тайной и непонятной совершенно. А концовка главы такая, что они расстаются и больше он ничего и никогда про этого Дианджело не знал. То есть, интересный вопрос, а может быть, Рак вернулся к нему, а может не вернулся, но это не описано уже. Но мы же не... Мы только первую главу-то перевели. Нет, а эта книга... Это... Там много глав, но все остальные серьезные. Там серьезные главы, а про Дианджело только одна глава была. Вот так. Да, Светлана Анатольевна, пожалуйста. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Если нет клинических проявлений прогрессирования заболевания, стоит ли продолжать? Вот я сегодня не зря Гристина Вячеславовна спросила. У пациента нет клинических признаков прогрессирования заболевания. Стоит ли, если у нас препарат будет и обеспечение будет, продолжать или прекращать? Потому что, ну, иногда складывается впечатление, что после прекращения таргетных препаратов какое-то идет прогрессирование заболевания. Может быть, это связано просто с прогрессированием самого заболевания как такового, историю развития. Вот как быть, если бы у нас препараты всегда были? Ну, если бы они у нас всегда были, наверное, мы рано или поздно бы поняли. А пока это, даже и ответить я научно не могу, потому что, и ведь никто не знает, как поступить. Но, учитывая то обстоятельство, что пациентов, которые выходят на полный ответ 10%, возможно, что эти пациенты будут при небольшой токсичности лечиться до упора. То есть, пока возможно. И их будут обеспечивать это лекарствами, да? А если будет токсичность, то это будет то самое, из-за чего эти пациенты рано или поздно откажутся лечиться, потому что они будут излеченными. И тогда, при правильном наблюдении за этими двумя когортами, будет ясно, насколько обоснованно мы можем сойти с этой терапией раз и навсегда, если мы получили этот ответ. А если ответ не полный, так там придется лечиться, наверное, всегда, потому что иначе, не знаю. Вот мы сейчас пробуем такую идеологию развивать. Когда наступает резистентность к таргетам, мы включаем химиотерапию, и надо сказать, что она сдерживает достигнутый результат. То есть, если бы ее не включить, а отменить таргет, прогрессирование вернется быстрее гораздо. А тут такое ощущение, что 2-3-4 цикла химиотерапевтических способны держать на одном и том же уровне то, что было достигнуто. И за это время принять решение, например, может быть, предложить пациенту ИПИ, потому что больше уже нечего предлагать. И вот у нас есть не очень большой опыт, но есть опыт лечения этих пациентов. Мы не знаем, поможет ли им иммунотерапия. Это зависит еще и от того, насколько таргет их подготовил вот к этой базе, где ну, вот ножа, та, которая у них была, опухоль, она уменьшена. И насколько мы можем делать ставку на иммунотерапию. В общем, это не селекция такая правильная больных. Это, конечно, попытки что-то сделать. Ну, посмотрим. Вы делайте так же, вместе объединим и будем видеть что-то лучше, быстрее, потому что так-то ведь другие не делают. Другие же не делают так. Вот западная медицина, она развивается, будучи сытой, богатой, а мы это делаем во многом, будучи в протоколах или же еще в каких-то и от бедности. Но иной раз решения могут оказаться очень интересными. Потом еще вопрос от бедности. Вот нет изначально нет клинических проявлений у больного, да, а есть, например, нашли метастазы в печени, влюхи, а никак не проявляются. И нашли брав мутацию. Назначать, может быть, какое-то время он продержится без лечения. Я не понял, нет проявлений болезни нигде? Есть только объективные. Симптомов нет, клинических проявлений нет. Я просто, я почему к этому возвращаюсь к вопросу, потому что, когда я начинала заниматься онкологией, был справочник Натальи Иннокентины, но он такой вот тоненький, совершенно красненький, где было написано четвертая стадия рака, большинство солидных опухолей не подлежит химиотерапии, потому что нет ответа на чьи. В том числе там была меланома, рак желудка, сейчас время изменило. Мы имеем достаточно активные препараты, но с другой стороны они тоже достаточно и токсичные. Так вот, лечить пациента все-таки или не лечить, когда нет симптомов заболевания, есть только объективные данные. Здесь парамедицинские моменты встают, конечно, родственники, сам больной, говорят, как же его не лечить, а с другой стороны может быть какое-то время он продержится без лечения? Ну, у нас вот выполнена была работа, там была химиотерапия и вакцина. И результат был такой, что продолжение химиотерапии в конечном итоге хуже, чем ее своевременная остановка. Да, Игорь? Да. Вот. И, ну, конечно, до бесконечности лечить нельзя, вот, если бы мы могли быть уверены, что вот это все стоит на месте, и это нравилось бы тому же пациенту, да ради бога, никто не будет его лечить, давайте наблюдать. Но обычно же инициатива, что дайте мне что-нибудь исходит от пациента, тут трудно согласиться с одним каким-то решением, не знаю. Мы вот применяем химиотерапию, если у нас есть отличный эффект, но это редко бывает, но полностью все уходит, да, таких пациентов все-таки мы встречаем. Обычно полные эффекты наступают после где-то шести, может быть, даже восьми курсов, и мы думали, что делать с этими пациентами. Я предложил тогда, ну, не знаю, насколько мы сами поддерживаем эту идею, значит, такой подход. Если мы, применяем метод, получили полный эффект, то мы спрашиваемся, через сколько курсов, и, допустим, видим, через восемь. Тогда для того, чтобы закрепить этот эффект, мы адювантно делаем, я предлагал 50% от того, то есть, если при восьми, то еще четыре, если при шести, то три, а если при четырех, то два. Но мы не вывели это в научную, так сказать, доказанную правильную линию поведения. И, не знаю, размышляли. Да. Спасибо большое. Спасибо большое, Илья Фадимович. Спасибо. Спасибо, спасибо. Так, ну, сейчас у нас по программе идут выступления наших коллег, у которых есть опыт работы с препаратом, который называется эпилемумаб, моноклональное антитело, ксителе-4 антигену, и на самом деле, как раз таки, именно эпилемумаб стал первым препаратом, который в рандомизированном исследовании показал возможность увеличения общей выживаемости пациентов с метастатической меланомой, потому что вот этот протокол БРИМ-3, это уже было второе исследование, подтвердившее, что и таргетные препараты также способны увеличивать жизнь пациента. А первым-то было эпилемумаб. Продолжение следует...